Всем доброго дня! Это Гелиосар и всеобщая история средних веков. В двух словах, на пальцах. Что ж, параграф 32. Государства и народы Африки и Америки до появления там европейцев и Колумба. Прежде всего, конечно же, это Америка. Северная и Южная Америка были населены большим количеством различных племен и народов. Большая часть этих племен были не слишком развиты. Они знали некоторые вообще на уровне каменного века, то есть не знали даже примитивной бронзы. Другие, в принципе, могли знать даже на каком-то уровне железа, но так достаточно примитивно. Но все равно в Южной и Центральной Америке все-таки кое-какие государства были. Все остальные жили просто племенами, самыми примитивными. Одно племя, несколько деревушек и все. Но были несколько достаточно странных государств. Основными культурами, которые выращивались в Южной Америке, это были кукуруза, картофель, подсолнечник, помидоры, какао и табак. Жители большей части материков не умели приручать животных. Поэтому, когда они увидели прибывших белых людей на лошадях, они очень испугались, сошли богами или чудовищами. Лишь на севере знали, как приручать собак, а на юге приручать лам. Это такие животные, такая, ну, что-то вроде таких оленей, такая смесь. Из птиц в Америке разводили индейок и уток. Кур там не было. Индейцы не знали и важных достижений, известных другим народам. Например, они не знали колеса. То есть у них не было даже самой примитивной тележки, что, конечно, поражает воображение. Железо, пул, про огнестрельное оружие здесь говорить не о чем. Орудия труда, оружие делали из дерева, камни, ну, кто знал, тот из бронзы. При этом в Америке были очень большие залежи золота и серебра, которые местные жители не очень-то ценили. Они просто ценили, так сказать, золото, например, за красоту. Но за золото, как бы, не было символом богатства. Это был просто красивый металл. Но все-таки три государства, несмотря на общую примитивность всех остальных племен, которые жили, три государства были. Самый загадочный народ – это народ майя, который населял полуостров Юкатан. Полуостров Юкатан – это государство Мексика. Вот он, вот полуостров Юкатан. Вот здесь жили майя. И надо отдать им должное, что жили они примерно на вот такой территории, но основное было здесь. Что это очень странный народ. Дело в том, что этот народ не знал ни железа, ни колеса. И при этом ухитрился построить совершенно невероятные каменные города. Причем каменные города, многие постройки которых строились из каменных блоков, которые, извините, сейчас современными машинами перевезти невозможно. А как они тогда это делали, это вообще никто не может объяснить. Но ученые пытаются там рассказывать какие-то сказки, что они там веревочками перетаскивали на десятки километров. Сейчас машинами мы перевезти не можем, а они веревочками таскали. Ага, ну ладно, оставим это. Но все равно. Жили эти майя, несмотря на то, что они жили в громадных каменных городах, жили они очень примитивно. То есть это были очень такие общинные люди, которые жили общинами. И во всем старались друг другу помогать. В средние века у майя уже была письменность. Причем письменность иероглифами. Многие рукописи майя украшали рисунками. Жрецы прекрасно знали календарь. Причем календарь майя был невероятно точный. Намного более точный, чем в других странах. В городах майя строились астрономические обсерватории. Жрецы предсказывали солнечные и лунные затмения. Причем основой счета у майя был не десяток и даже не дюжина двенадцать. У них была двадцатка. То есть они считали все по двадцать. Очень своеобразный счет. По-моему нигде в другом, ни в одном другом народе вот такого счета не было. Причем впервые в мире раньше европейцев и даже индийцев эти самые майя вели понятие нуля. Правда никто об этом тогда не узнал. Общения не было. Но при всем при этом жили крайне примитивно. Очень странный народ. Очень странный. Причем уже сейчас известно, что свои города майя строили не там, где это было удобно для города. А там, где это было нужно делать. Дело в том, что города майя соответствуют некоторым созвездиям на небе. На нашем небе. И вот как по этим созвездиям звезды располагались, так майя строили свои города. Поэтому некоторые города майя находятся в настолько неудобных местах, что когда европейцы приходили, не смотрели на эти города и спрашивали, почему вы построили здесь, в таком неудобном месте, город? Но все равно строили и в горах, и в джунглях странный народ. Но все-таки весьма и весьма развитый. Вторым народом, который также очень известен, это ацтеки. Они также жили в Мексике. Но если майя жили здесь, то ацтеки жили вот здесь. Город Мехико, это древний ацтекский, это древняя столица империи ацтеков. Тогда этот город назывался Теночтитлам. До сих пор в Мехико находят различные постройки и гробницы инков. Прошу прощения, ацтеков. Так что вот такая вот особенность, что Мехико весьма древний город как таковой. Тоже это было достаточно развитое государство. У горожан земли, конечно, было мало. Поэтому горожане делали очень своеобразную вещь. Горожане часто сплетали плоты. И на этих плотах насыпали землю, которые поднимали со дна озер. А на дне озера обычно были достаточно плодородные почвы. Было много плодородного ила. И вот такие плавучие поля часто давали 3-4 урожая в год. И кормили целые города. Захваченных на войне пленников, а ацтеки были очень воинственны, они приносили в жертву богам. У ацтеков были очень распространены кровавые человеческие жертвоприношения. Это у них была такая большая особенность. Хотя при этом была даже и у ацтеков тоже была достаточно высокая культура. Они умели строить. Но тоже строительство какое-то у них достаточно странное. Потому что очень много каменных сооружений, камней такого размера, что когда они смотрят, вопрос, как они это все перетаскивали. И третье, самое большое государство, это было государство инков. Государство инков располагалось конкретно в Южной Америке. То есть если вот это у нас Северная Америка, вот это у нас, можно сказать, Центральная Америка, то вот это у нас Южная Америка. И именно здесь, вот в этой территории, располагалось государство инков. Это было вообще очень воинственное государство, столицей которого был город Куско. Государство инков возникло примерно в 12 веке. Постепенно они завоевали племена, подчинили большие области. Во главе правительства инков стоял неограниченный правитель Верховный инка, так он назывался. Он носил очень красивые одежды из красивых тканей, причем каждый день одежда была новая. Дважды одна и та же одежда не одевалась. Во время приема каких-то посетителей инка был скрыт от них занавесом, смотреть на него было нельзя. Слова передавал специальный чиновник. Кровные родственники Верховного правителя, конечно же, занимались самой высшей должностью в государстве. Государство инков было подчинено интересам войны и по образу жизни напоминало спартанцев. Мужчины были поделены на отряды во главе с военачальниками. Дисциплина в войске инков была очень жестокой. Воина, который во время марша, то есть похода по дороге, ухитрялся выйти из рядов, могли наказать даже смертью. Армия инков побеждала своей численностью. На одного врага приходилось до 20 воинов инков. Население жило общинами, которые состояли из тех, кто обрабатывал землю, то есть из землевладельцев. Общинник не имел права выходить за границу своей общины без разрешения властей, как и в Спарте. На склонах гор крестьяне делали площадки для посева, насыпали землю, поля, огораживали, чтобы дожди не смывали землю. Но при этом засуху приходилось строить очень широкие каналы, которые порой тянулись на сотни километров. Так что выращивать урожай было тяжело. Причем все урожаи делились на три части. То есть часть урожая уходила жрецам, другая часть урожая верховному инке, а остальное оставалось на пропитании. Были и государственные амбары, из которых продукты и одежду выдавали, конечно же, чиновникам и воинам, а при неурожаях также и пострадавшим. Причем оттуда же оказывалась помощь вдовам, инвалидам и старикам. Все подданные в государстве инков, все жители были обязаны либо трудиться на земле, либо служить в войске. Причем семьи воинов, ушедших на общественные работы, содержала сама община. То есть жена и дети, они кормились от того, что выращивала вся деревня. Государство очень строго контролировало все потребление, никому не разрешалось иметь больше необходимого. Но не допускался и голод. В стране обязательно передвигались такие тайные контролеры, глаза и уши верховного инки, а они наблюдали за работой чиновников и расследовали жалобы. Если где-то начинался голод, то чиновника могли казнить. Между частями обширной страны была даже налажена почтовая связь, потому что империя инков была весьма велика. И при этом почтовая связь была своеобразной. Дело в том, что у инков не было письменности. Они либо имели какое-то очень специфическое узелковое письмо, либо просто передавали вслух нужные сообщения. Так же, как и майя, и ацтейки, и инки, якобы построили огромные каменные города. Но опять-таки, смотря на те гигантские камни, которые там везде используются, с сотни тонн весом, возникает вопрос, как они все это делали. Потому что современные ученые объяснить это не могут. Африка также была отнюдь не такой уж пустой территорией. Там также было достаточно много различного населения. Но это население было еще примитивнее, чем племена Южной Америки. То есть, это были достаточно примитивные племена в большом объеме. Главной особенностью из-за этого неразвитости племен Африки является пустыня Сахара. Дело в том, что если посмотреть, что вот здесь великолепная Римская империя, здесь огромный Карфагент, там все остальное, все развитые знают ремесла, искусство. Но вот эта гигантская пустыня, она наглухо закрывала все развитие всех этих народов. То есть, сюда было просто невозможно добраться. Единственное различие это Египет и территория нынешней Эфиопии, тогда называлась Нубия. Если брать народы, самый древний в настоящий момент в Африке народ, то это народ Эфиопии. Народ Эфиопии помнит и Египет с фараонами, помнит и Римскую империю. То есть, живя вот в этих своих горах, эти люди помнят очень много. И что интересно, это христиане, причем очень древние христиане. Эфиопия это христианская страна, причем это страна, которая исповедует очень специфическое христианство, которое очень близко к тому, о чем вообще напрямую говорил сам Иисус Христос. То есть, если у нас там в христианстве были различные соборы, где там иконы, все остальное появлялось, то они фактически, вот как Иисус говорил, так они и верят. В Центральной Африке, ну, там жили самые разнообразные племена, которые, ну, чем только не занимались. Кто-то выращивал что-то, кто-то просто охотился, по-разному было. Одной из крупных рек в Африке является река Нигер. Это достаточно большая река. На берегах этой реки расположено такое государство, как Западный Судан, о богатствах которого в средние века ходили просто легенды. Действительно, Западный Судан, вот он, вот она, большая территория, вот она, государство, часть Западного Судана, и еще египетские фараоны добывали здесь золото. Так что и в средние века тоже все знали, что эта территория невероятно богата золотом. Также через Западный Судан проходили важнейшие торговые пути из Гвинейского залива к берегам Средиземного моря. Гвинейский залив, вот он. Самым древним государством Судана была Гана, которая достигла могущества к X веку. Царь Гана и родовая знать, конечно же, разбогатели за счет торговли золотом и солью. Соль тоже была очень дорогим товаром. Но к концу XI века войска султана арабского государства Марокко на севере Африки захватили и разрушили столицу Ганы. И царь обязал платить султану дань и вместе со значью принял ислам. Через некоторое время марокканцев изгнали, но территория Ганы сократилась и постепенно подчинилась государству Мали. Мали, в принципе, и сейчас существует такое государство, но это совершенно такое бедное-бедное-бедное государство, где местное население вообще непонятно как живет. Расцвет Мали относится к XIII веку, когда его правители завоевали соседние территории, где проходили караванные пути и добывалось золото. Правители его приближенные приняли ислам, после чего в городах поселились мусульманские купцы из Северной Африки. На севере нынешней Эфиопии в древности существовало государство Аксум, расцвет которого пришелся на IV-V века. Под власть царей Аксума, тогдашней Эфиопии, попала даже в побережье Южной Аравии, то есть это было очень богатое государство. Но, естественно, что арабы постепенно сумели все-таки изгнать захватчиков со своей территории. На восточном берегу Африки выросли различные города-государства, в которых селились самые разные народы. В начале II-го тысячелетия в междуречии рек Замбези и Лимпапу возникло государство Мономотапа, такое явно африканское государство. Там также была развита добыча золота, ну и так еще железная и медная руда, но в основном золото. Жители, как и везде, занимались земледельствием, скотоводством, керамической, керамикой, строительством. Наиболее значимые достижения средневековой культуры, конечно же, у народов западного Судана, которые были близки к Аравии, много общались и торговали. После распространения ислама архитекторы арабы строили там мечети, дворцы и общественные здания. Появились и различные даже школы, а в городе Дамбукту высшее училище, где изучали богословие, историю, право, математику, астрономию. Ученые создали письменность на основе местных языков. Были основаны библиотеки, где хранилось много рукописных книг. Книги продавали в лавках. Причем, по словам современника, современник это тот человек, который жил в то время. То есть, по словам современника, то есть, человека, который там был и это видел, от торговли книг получали очень большие прибыли. Народы Африки сохранили старинные легенды, предания и сказки. Немалыми достижениями имели африканцы и в искусстве. Старинные деревянные бронзовые скульптуры и самое главное, африканские маски поражают тем, как они изящно сделаны и разрисованы. Европейцы стали осваивать Африку еще в античное время. То есть, а уже к 14 веку европейцы совершенно спокойно плавали вдоль африканского берега и выменивали всякие там металлические ножи, стеклянные бусы и другие изделия на золото. Очень ценимую в Европе слоновую кость. Под слоновой костью имеют в виду, конечно же, слоновьи бивни, а не все кости. Также рога носорогов, которым приписывали лечебные свойства. Попугаев для знатных дам. Попугаев ведь яркие и красивые птицы. Тогда же началась торговля европейцев черными рабами. Людей в основном покупали у местных вождей. Не надо рассказывать, будто там много кого-то где-то воровали. Не надо было никого воровать. Достаточно было пристать к берегу, и местный вождь с превеликой радостью продавал вам десяток-другой рабов из собственного же племени. Причем чаще всего продавали наиболее молодых и сильных тех, кто мог мешать и угрожать власти вождя. Вот так вот. Так что вожди африканских племен сами с превеликой радостью продавали собственных соплеменников в рабство. О каких народах до Колумбовой Америки подробно рассказано в параграфе. Почему именно о них? Дело в том, что племен различных и народов там было крайне много. Но наибольших успехов достигли майя, инки и ацтеки. Они создали полноценные государства с достаточно высокой наукой и культурой. Каких хозяйственных достижений жителей других континентов не знало древнее население Америки? И чему могло научить другие народы? Дело в том, что в Америке не знали даже колеса. Что уж говорить там про железо, например. Ну а огнестрельное оружие я даже не вспоминаю. Да они даже лошадей-то не знали. Несмотря на то, что лошади вообще-то были. То есть там даже не знали лошадей. А научить? Ну те же майя вполне могли научить, например, европейцев математики. Потому что у майя очень были почему-то развиты вот такие науки, как математика, астрономия. Причем они были развиты намного лучше, чем у тех, кто этой математикой вообще пользовался в полном объеме. Так что странный народ эти майя. О каких африканских государствах вы узнали? Ну, государство Гана, государство Аксум. Аксум это государство, можно сказать, что это Эфиопия, которая вполне существует и в наши дни. Причем в отличие от других народов, Эфиопия это тот же народ, который жил тогда. То есть это очень древний народ. Были и Мономатапа, были и Марокко, естественно. Много там было достаточно стран. Какое из этих государств достигло своего расцвета раньше остальных, а какое позже? Ну, государство Аксум было первым. Потом было государство Гана. Какие религии были распространены в средневековой Африке? Христианство, естественно, ислам и всякие местные шаманизмы. То есть там везде были шаманы и вера в духов. Так, с чем это было связано? Ну, с христианства, естественно, оно пришло еще из Египта. Ислам, естественно, пришел постепенно с арабскими купцами, от чего могла зависеть неравномерность развития разных областей Африки. Из-за того, что сначала там гигантская пустыня Сахара, которая мешает торговле, а потом начинаются огромные широкие джунгли, через которые тоже было очень сложно перебираться. Вот отсюда возникает такая сложность, что чем дальше от севера жили народы, тем менее они были развиты, тем меньше были развиты. Какие были достижения африканцев в культуре? Ну, нельзя сказать, что сильно большие, но все-таки своя культура в Африке была. И определенных успехов, конечно же, достигли. Какие изученные вами ранее государства напоминают империи инков? Как я уже говорил, это государство Спарта, то есть государство спартанцев. Там тоже все было подчинено войне, и вся страна была как один большой военный лагерь. Каковы причины расцвета и упадка государств Африки? Дело в том, что основными государствами Африки это были либо те, кто находился на самом севере, то есть это Марокко, Аужир и вот такие вот страны. Либо это те страны, которые были в районе важных мест добычи золота, вроде той же Ганы или того же Аксума, то есть вот от этого и зависело. Использую иллюстрации от предметов культуры Америки и Африки. Ну, в Америке вполне себе известно. Там достаточно много делали. Они знали и архитектуру, они знали и живопись. И когда смотришь на то, как отделывали свои постройки Нарва, вот те же Инки или Майя, то это, конечно, производит очень сильное впечатление. Их архитектура сильно отличалась от того, как строили все остальные. Ну, а Африка у них не слишком-то много, но очень известны африканские маски. То есть это были специальные различные такие военные и около... Или шаманские маски, которые также очень оригинальны и производят сильное впечатление. Что ж, заполняем таблицу народа до Колумбовой Америки. Название народа. Ну, это Инки, например, возьмем первый. Место проживания Южная Америка, хребет Анды в районе современного Перу. Со мной занятие жителей. Это два. То есть они, ну, естественно, выращивали урожай, кормили себя и служили в армии. Особенности устройства государства и управления им. Правил верховный правитель, так называемый верховный инка. Ну, а в государстве хватало достаточно высокоразвитых чиновников, которые тщательно следили за тем, чтобы все получали равное количество от производимого. От еды и товаров. Наиболее известные достижения в культуре. Ну, у инков как-то мало что известно. Письменности как таковой у них не было. Но архитектура известна. Название народа. Майя. Место проживания. Полуостров Юкатан. Современная Мексика. Основные занятия жителей. Они в основном занимались земледелием. Особенности устройства государства и управления. Майя жили в основном, как в Древней Греции. То есть это были города-государства. То есть каждый город имел окрестную территорию и как бы имел самоуправление. Но народ при этом был в принципе единый. Была какая-то торговля. Наиболее известные достижения в культуре. Ну, опять-таки это архитектура. Потому что города и храмы майя, они очень известны. И название народа это Ацтеки. Место проживания опять-таки это Мексика. Район современной столицы Мексики. Города Мехико. Который построен на месте старой столицы Ацтеков. Города Теначтитлан. Основное занятие жителей. Ну, опять-таки военное дело и земледелие. Особенности устройства государства управления. Верховный правитель с неограниченной властью. Наиболее известные достижения в культуре. Опять-таки это архитектура и их постройки, которые также очень оригинальны.